Благодарю Богу, братья и сестры, что мы сегодня с вами на этом месте и возносим только Ему, Царю Царей, и Господу Господствующих слава, величие и благодарность. Но сегодня я хочу всех призвать к тому, чтобы мы молились за... Потому что я до этого подросткового хора и до братьев, которые сегодня до брата Николая, особенно я так нуждаюсь, чтобы их Бог благословил. И как когда-то Самуил сказал Саулу, и когда ты пойдешь, то встретишь сон пророков. Вот хотелось, чтобы сегодня, братья и сестры, сон пророков был на этом месте. Ну и я хотел бы, чтобы вот на этом месте наш подростковый хор, он тоже выполнил свою миссию, а мы вошли в этот сон и могли прославить нашего Господа. Хочу сказать, что эти молодые люди, подростки наши, мы так их называем, есть молодежный хор, но они подростки, и брат Николай, он в нашей церкви и служитель, и вот организовал этот хор подростковый уже несколько лет, он трудится с ними. И слава Богу, что есть в этом успех и благословение. Чтобы была скиния, сегодня здесь, на этом месте Бога с человеками. Но для этого когда-то псалмопевец сказал, Господи, Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зоры ищу я, и по Тебе томится плоть моя в земле сухой и сухой, и сухшей, и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. В этом святилище пусть будет слава нашему Господу. И брат Николай сказал, что таковые жертвы угодны нашему Господу благотворения и общительности. С нашей стороны, как бы сюда движение было на общительность, а с вашей стороны и благотворения, и общительности, братья. Но я рад видеть наших... Так, хочу сказать, что брат Николай, это Николай, вот сидит его возлюбленная Галина Ивановна, это его женка. Она у нас занимается воскресной школой. Рядом с ней тоже есть сестра с нашей церкви, Света Пьявка, она тоже автобусом. Мало было у брата Зиновий водителей, еще у нас есть Павел Лощук, если он здесь есть, то хорошо, мы рады видеть. Но они привезли нас автобусом в церкви в Ифане. Да, как брат Петр Моисеевич сказал, что там как раз в Сакраменто такой большой похорон. И этот человек, он является сыном, вот что там произошло, моих старых друзей по молодости еще, Боганцовы. Вот, они проживали недалеко от Воронежа. Вот, и хотелось бы и там быть. Ну, и здесь, когда поехали наши молодые, это уже было договорено, необходимо было тоже поехать. И они пригласили меня с собой. Ну, что я хочу сказать, все благополучно. Сестра Света ехала автобусом, брат Зиновий тоже автобусом большим, сестра Света поменьше. Итак, мы прибыли сюда, и рады вас видеть, особенно в субботний день, вот, это собрание, оно наполнено. Благодарим, братья Петру Моисеевичу, благодарим. И видим много гостей. Брат Владимир, брат Михаил, Формузал, вот, Сакраменто, церкви Адама Семеновича Бондарукану, и мы все здесь стоим пред Богом. Брат Николай всегда говорит, и сегодня напоминал, очень важно, чтобы не распространялись, говорили так по существу, и чтобы молодежь после дороги могла еще пообщаться, после дороги, и также отдохнуть для завтрашнего дня. Мы будем в двух собраниях завтра у Сергея Миронюка и у брата Александра Кальчика. Это люди с Новолынска. Ну, моя жизнь с 75-го года была тоже в Новолынске. И брат Николай Луцак, с которым мы здесь, в Америке, мы уже 20 лет, и в Новолынске мы были вместе. И когда я строился, он же был тоже такой, и сейчас он бизнесмен, и в то время он уже занимался строительными делами, и мне фронтончик там тоже делал. Вот, я помню это время. Это было тоже благословенное время. Но в Америке мы имеем тоже благословенное время, несмотря на все скорби, которые случаются, и как Слово Божие говорит о том, что много скорбей у праведного или у праведника, но от всех их избавит его Господь. Итак, мое слово. Оно на основании Писания. Не просто мы открываем Слово Божие. Два места я прочитаю, и после этого мы будем обращаться в молитве к Господу. Девятая глава, первое послание Коринфянам, первое место. «Но я не пользовался с 15 стиха, не пользовался ничем таковым», говорит апостол Павел. «А написал это для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». То есть апостол Павел, он стоял за эту похвалу, но похвалу он ожидал от Господа. И ниже говорит. «Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую». «И это необходимая обязанность моя». И вот послание к кремлинам в первой главе, он также напоминает об этом, говорит такое слово. «Не хочу, братья, оставить вас» с первой главы, с 13 стиха. «Не хочу, братья, оставить вас в неведенье, что я многократно намеривался прийти к вам, но встречал препятствия даже доныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Вот его какая необходимая обязанность. «Я должен еленам, варварам, мудрецам, невеждам. И так что до меня я готов благовествовать Ивану находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом и елену». Вот это благовествие, во-первых, иудею. Это слово, во-первых, было послано для иудеев, но когда иудеи не приняли, то Господь обращает внимание на язычников, и таким своим сосудом Он избирает апостола Павла, который в конечном итоге говорит, что «я не стыжусь благовествованию Христова, ибо это моя необходимая обязанность». Две. Сегодня я хотел бы сказать о двух обязанностях каждого христианина. Первое – это благовествование. И в этой девятой главе апостол Павел говорит, для чего это благовествование. Здесь продолжает он, «Ибо если делаю это добровольно, я буду иметь награду». Конечно, награда его вдохновляла. Как сосуд Божий и избранный самим Господом там у стен Дамаска, он всегда думал о награде. Я думаю, христианин должен думать о награде. И даже Христос когда-то своим ученикам сказал, они говорят, «Петр, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же нам будет?» И Христос сказал, что есть награда. И эта награда будет на небесах, по бытии. То есть в будущем царстве, в будущем времени вы сядете на двенадцати престолах. Но также и в этой жизни вы получите во сто крат братьев, сестер, матерей, отцов и друзей. Я буду иметь награду. Делаю это, но не только добровольно, но если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествие о Христе безвозмездно, не пользуюсь моей властью. Благоествование. Цель этого благоествования. Я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Братья и сестры, не просто благоествовать, приобретать. Приобретать. Может быть, это в вашем доме, может быть, это где вы работаете, живете, учитесь. Приобретать. Апостол Павел говорит о том, чтобы больше приобрести. Христос когда привел притчу, о человеке-царе, который сделал брачный пир для сына своего, и было сказано, послал слух своих, чтобы звали званых. Они не были готовы, они не были достойны. Идите по перекресткам улиц, по площадям, везде, где вы будете, зовите. Они пришли и сказали, что сделано все так, как ты сказал. Но еще есть место. Братья и сестры, есть еще место. Есть место есть. Есть место. Еще есть место. Но как в том Псалме поем, последний этот куплет, нет места, нет. И мы живем в это благословенное время, когда есть место. Павел говорит, чтобы приобрести, потому что есть много места еще. Божьи обители обязательно будут заняты. Там не будет свободного места. Все будет занято. Но еще есть место. И апостол говорит, чтобы приобрести. Он благовествовал и работал на приобретение. И там тот царь говорит, пойдите и убедите. Наше благовествование, это не просто благовествование, часто так откровенно мы можем сказать, часто принято. Но мы благовествуем, не знаем, на спасение или просто для свидетельства. Но как важно на спасение? Как важно убедить? Благовестники, они должны быть людьми убеждения. И апостол Павел был одним из таковых. И он говорит, что я всем должен. И напоминает, что для чуждых законов, чтобы приобрести подзакон, потом для чуждых законов, чтобы приобрести чуждых законов, для немощных, как немощных, чтобы приобрести и немощных, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. сие же дело и для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище, бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить. Это первая необходимая обязанность. И говорит апостол Павел, что, братья, напоминаю вам, что Евангелие, которое я благобетствовал вам, оно не есть человеческое. Вот мы, люди, человеческим языком, человеческими устами, книги, напечатанные людьми, Библии, когда-то они не были по главам, по стихам, потом все это разбили, поправили, даже комментарии делают, как бы человек, но это не есть человеческое. Господь говорит, как снег и дождь, дождей много, здесь, в вашем штате, но эти дожди совершают свою работу, чтобы дать семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. И говорит Господь, так и Слово Мое, так и Слово Мое, о, как бы хотелось, чтобы сегодня Божье Слово, оно побудило меня к моей первой необходимой обязанности благовествовать. И вторая, тут же, она идет тут же рядом. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, и они очень сильно воздерживаются, они наблюдают за собой, но у нас венец нетленный. Это трудно вообразить. И апостол Павел говорит, что не видел того глаз, и не слышало того уха, и на сердце не приходило человеку, какой это нетленный венец, какое это царство. что он там видел, говорит, то, что человек был восхищен до третьего неба, в теле или вне тела. И все это нельзя передать человеческим языком. Трудно все описать. К этой награде призывает нас Господь. А мы нетленным. Мы вошли в служение нетленное. И Слово Божие говорит о том, что сеется в тлении, восстает в нетлении. В нетлении и в бессмертии. У нас какое преимущество пред людьми этого мира? Нетлении и бессмертие. И бессмертие с вечным Богом. Притом я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. И следующая наша святая обязанность. Первая необходимая обязанность благовествовать. Вторая необходимая обязанность. Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим. Дабы проповедую другим самому не остаться недостойным. Кто в этой второй обязанности принимает участие? Ну, в первую очередь, братья, это мы сами. Не кто-то меня очищает, но я сам прихожу к очищающему источнику Господу Иисуса Христу. Это Он очищает. Но когда я открываю свое сердце, я осознаю, что я погибший грешник. Когда я осознаю, что я человек немощный, слабый, и прихожу к своему Господу. в очищение участвую я. Я наблюдаю. Павел говорит, что но усмиряю и порабощаю тело свое. Это прежде всего. Прежде всего. Апостол Павел наблюдает, чтобы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я думаю, что две на первый взгляд, но они важные обязанности благовествования и очищать свое сердце, наблюдать за своими путями, дабы кто не лишился благодати Божией. Так говорит апостол, апостол говорит в послании, чтобы кто наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился Божьей благодати. Далее, родители. Родители. Я думаю, что родители до определенного времени, они несут ответственность за правильное поведение своих детей. Братья и сестры, есть вера, но вера, она неразрывно связана с очень простым словом. Вера и мое поведение. Не может вера действовать в разрыв. У меня вера, а поведение мое. Яков говорит, но хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел, я думаю, это дела поведения. И вера, конечно, она должна совершать свою работу. Без веры мы не можем уходить нашему Господу. А наше поведение важно? Конечно, важно. Вы свет. Чем же мы светим? Своим поведением, своими отношениями, своими делами, вы свет, вы соль, вы показываете образец в этом, вы как светило лучезарное в этом мире. Итак, братья и сестры, мы будем обращаться к Господу в молитве, но будем просить, Господи, даруй нам слово благовестия, чтобы в наших устах всегда было слово. Есть ли слово от Господа, чтобы было слово от Господа, и всегда мы могли знать, что сказать. Но, чтобы на этого человека смотрели и говорили, сей человек, который проходит мимо нас постоянно, святой, о святости, о поведении, об отношении, мы с вами должны говорить и помнить. И так оно есть в наших церквах. В церквах проповедуется, в церквах напоминается, о человек, с чем предстать мне пред Господом, и явиться пред Ним, с чем же, о человек, сказано тебе. Нам это сказано, и нам это дано как повеление. Сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь. Господь не просто предлагает, здесь пророк говорит, требует. Вот у Господа есть требование для своего народа. У меня для своих детей есть требование. Если они еще в таком возрасте, что я могу от них потребовать, они мне уже говорят, папа, ну мы же уже нам больше 25 лет, ну меньше будет дочка 23 лет, но нам же уже, и ты как бы, ну мы же уже, но я говорю, я продолжаю требовать, пока вы еще со мной, я требую. Ну уже не так требуешь, как требовал, когда они были, а уже требуешь, с оглядкой требуешь. Она же может и огорчиться, и сказать, ну ты всегда так как бы негативизм и все такое. Они мне иногда так могут сказать. Итак, Господь требует, от человека Бог требует, Он не стыдится называть себя их Богом. И им Он приготовил город. Сказано тебе, человек, что требует от тебя Господь действовать справедливо, любить дело милосердия, и смиренно, мудренно, в глубоком смирении, действовать справедливо, хорошо, любить дела милосердия, хорошо, милосердный человек, хорошо, и в то же время в глубоком смирении. Пусть Господь найдет меня и вас, братья и сестры. Благословим нашего Господа, и также друг друга, весь Божий народ, да будет благословен. И имя Господа, да будет благословено, и Божий народ. Склонимся пред Ним молитве. Аминь.